Привет всем! Пришла весна и пора нам коптить судака. Начнем с чего? В итоге надо нам взять ольховую щепу. У меня вот пакетик. Берем фольгу. Насыпаю щепы ольховый. Я всегда где-то кулак и еще чуть-чуть добавляю. Распределяю по фольге. Надо еще, в принципе, что-то маловато распределил, мало получилось. Так, во! Ну, полтора кулака где-то. Делаем конвертик. Так, сделали конверт, чтобы дырочка была, чтобы отсюда дым выходил, когда нагревается. Не надо плотно делать. Так, берем коптильню. Кладем на дно. Ставим поддончик. Дальше. Беру я фольгу. Чуть больше коптильню. О, ветерок у меня здесь. Летняя кухня. Делаем это с рыбы, когда начнет капать. Чтобы капало в фольгу. Чтобы нам лишний раз много не мыть. Коптильню. Чтобы почти чисто было. Вот, типа как поддончика сделать. Распределю и покажу. Вот у нас вот так получилось. Смотрите. Вот. Будет теперь туда сок с рыбы стекать в коптильню. Вот. На эту фольгу и будем мы выкидывать. Потом с фольгой уже грязь всю ненужную. Дальше. Берем мы лоточек. О, решеточку от этого от коптильни. Рыбу я заранее засолил. Просто солить все, больше ничего не надо. И надо ей полежать какое-то время. Ну, чем дольше, тем лучше. Там, хотя бы, часов 12. Но у меня не получилось 12. Я недавно совсем засолил. В скорости надо это дело сделать. Ну, желательно подольше. Кладу, устанавливаю коптильню. Смотрим, чтобы сок попадал нам в фольгу. Все. Сейчас покажу, как у нас, что там получилось. Смотри. Такая вот изумительная вещь. Дальше, что делаем. Накрываем крышкой. Включаем газ. Газ делаем на самый большой. Устанавливаем коптильню на газ. Самый большой газ, что нам нужен. Дальше. У меня здесь гидрозамок. Коптильня. Наливаем воду. Так, вода налито. Здесь у меня выход. Его надо залепить. Я фольгой его заделываю. Все. Замеряем мы с вами полчаса, ровно 30 минут. Через 30 минут выключаем газ. Все, включаемся через 30 минут. Вот, прошло полчаса. Газ мы выключаем. Ждем, пока остынет. И будем переходить к следующему этапу. Вот, рыба остыла. Смотрим, что у нас внутри получилось. Аккуратненько достаем из гидрозамка. Чтобы нам вода не капала, убираем. Вот, смотрите, какая красотища получилась в развернутом виде внутренности. Так, дальше. Лайфхак рассказываю. Кое-какой. Почему я горячую не стал ее доставать. Вот. Изначально берем мы марлю. Вот. Ее разворачиваем. Рыба. Ну, не только рыба. То, что топится все. Частенько бывает очень горьким. Чтобы нам избежать этого дела, нам надо копченую рыбу или что-то там. Смотрите, какая красотища получилась. Смотрите. Ой, блин. Чтобы горечи не было, мы обворачиваем марлю. У кого марли нету, можно, в принципе, обернуть в какую-нибудь... Вкуснятина неимоверная. Кусочек отвалился. Попробовал. Ой, блин. Вам не видно, как я заворачиваю. Вот. Завернули. Мы это все дело... Так, это положу я сразу на подносик. Вот. Для чего завернули? Рассказываю, ребят. Завернули для того, чтобы наша рыба, ну, допустим, если не рыба, а там, допустим, мясо или еще что-то, вот, горечь убрать. И в итоге завернули, убрали на ночь. И утром уже можно со спокойной душой самим кушать и угощать друзей, товарищей. Так что, ребят, кому понравилось, ставьте лайки, кому нет дизлайки. Все. Спасибо большое. Будьте здоровы. Сытыми. Самое главное. Все. До свидания. Подписывайтесь на канал.